Ультразвуковая диагностика Рак, конечно, составляет 90% злокачественных опухолей и выявление его значимо. Сейчас при плавном ультразвуковом исследовании с использованием даже режима B-режима и доплерографии по сравнению с предыдущими годами выявляется большее количество, более 40, с широким внедрением, как я говорила, уже современных методов и, конечно, аппаратурой, которая стала более совершенна. В алгоритм мультипрометрического исследования, который сейчас уже мы знаем, это входит B-режим, то есть визуализация образования, режимы доплеровских характеристик, то есть мы видим сосуды в узловом образовании, эластография, как компрессионная, так и эластография из две головолны. Уже внедрена и использовалась в России контрастно усиленное ультразвуковое исследование, там УЗИ-навигация при биопсии непальпированных узловых образований щитовидной железы и широко используется, конечно, наведение исследований в режиме реального времени, в операционных, когда мы не можем визуализировать изменения, которые уже в послеоперационном периоде находятся. По поводу сертификации ультразвуковых признаков, при внедрении классификации ТИРАЦ мы пользовались европейской классификацией, но сейчас уже на территории России разрабатывается российская классификация, в которой, как вы видите, очень большое количество по России многонациональных центров участвовало, с большой когортой очаговых образований, которых исследовалось, и уже написаны несколькие статьи и выпущены методические рекомендации. Как всем известно, к группе больших ультразвуковых признаков, которые уже можно получить в Б-режиме, это значительное снижение хогенности, вертикальная ориентация, наличие микрокальцинатов и неровные буквы дольчатые контуры, в которых 95% мы можем заподвожить рак, и если есть такие признаки, даже 1-2 признака мы направляем на функционную биопсию. Но также следует отметить, что есть и малые признаки, которые как раз в этой когорте сертификационных ультразвуковых признаков, которые могут навести на злокачественность процесса. Это умеренность снижения хогенности, равномерности хогенности узла, 1-2 гипехогенного включения, равномерность толщины ХАО, который все равно используется, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень за узлом, и сюда внедрена высокая жесткость при эластографии под результатом применения качественных реликолических параметров, и патологический сосудистый рисунок, если он есть. Это где-то около 80%. Пациенты также исследуются более часто, когда у них в семейной анализности есть рак щитовидной железы, облучение головы и шеи в анамнезе в возрасте 10 лет, постоянная дисфазгия, клинические проявления пареза, если есть при ПЭТ-КТ узловые образования, которые накапливают метаболические активности, повышение уровня базальностимулированной кальцитонина и операции по поводу рака щитовидной железы в анамнезе. Хотелось бы сказать вообще о классификации. Мы знаем, что первая категория – это когда нет очаговых изменений, и плановый осмотр проводится один-два раза в год, и в группе риск – один раз в год. К второй группе относятся только простые кисты, макро-микрофолликулы и коллоидные губчатые узы, которые 100% не наводят на злокачественность процесса. Также такой же осмотр, как я уже и говорила. К третьей группе, которая, в принципе, иногда вызывает дискуссию, изолоптического качества – 24%, но динамическое наблюдение – один раз в год, и в течение трех месяцев. Четвертая группа – это, естественно, и пятая группа – это уже тонкоигольная биопсия. Здесь представлены Т3 – это изохогенные и только гиперхогенные узлы, и размером не имеет значения, но, в принципе, мы можем их наблюдать. Активное наблюдение раз в три месяца. Все остальные узловые образования должны быть подвержены тонкоигольной биопсии. Здесь мы видим именно категорию Т5, выраженный гиперхогенный узел, который мы видим, и Т4, когда мы видим умеренную эхогенность и участки гиперхогенные, которые мы видим в этих узловых образованиях. По вертикальной ориентации все узлы, которые имеют вертикальную ориентацию выше, чем шире, неопределенную ориентацию или шаровидную, относятся к этим категориям. По наличию кальцинатов следует отметить, что микрокальцинаты, но также и макрокальцинаты, и теперь уже круговая кальцинация по типу кальцинации тоже подвергается биопсии. Неровный бугристный ручистый ком, размытые, и, конечно, наличие хао, которое неравномерно утолщено. Сортификация также, если хочу отметить, что когда есть акустический эффект образования, который не характерен для бракокачественных узлов, также эти узловые образования подвергаются тонкоигольной биопсии. И что касается категории Тайратс, мы не можем сказать, что даже при этой категории, если при ахлитнической необходимости эндокринологов или врачей-онкологов, они рекомендуют тонкоигольную биопсию, эти все узлы подвергаются тонкоигольной биопсии, вне зависимости от их размера. Если есть отрицательная динамика, если мы их наблюдаем, и увеличились размеры больше 30%, узлы приобрели широкидную форму, появились какие-то гипохогенные включения и кальцинаты, также деформация капсулок и патологический кровоток, увеличивая жесткость, они также подвергаются тонкоигольной биопсии и ненаблюдению. При отрицательном информативном результате узла проводятся в ближайшие сроки, и если она все-таки не информативна, то наблюдается уже ультразвуковая исследование в течение 2-3 месяцев. Если узлы меньше 5 мм, то они подлежат активному наблюдению, даже если есть узловые какие-то признаки, но при тонкоигольной биопсии мы не получили данные за злокачественный процесс. Что касается патологического сосудистого кровотока, я уже говорила, это извитые, вистые, обрубленные неравномерно, расширенные сосуды, но только в 50% случаев это отвечает за злокачественные процессы. В режиме эластографии очень дискутабельный вопрос. Это, сразу говорю, является только дополнительным медленным режимом и показал очень хорошую диагностическую точность при папиллярном раке, так как эта опухоль достаточно жесткая. При узловых образованиях именно фолликулярной или медулярной раки эта категория эластографии или эластометрии показывает результаты, которые не близки к совершенству. Мы знаем два метода. Это компрессионная эластография и эластография с двигового алкота. Бывает качественно, как мы видим на диаграмме, которые четвертые, пятые или четвертые лекации характерны для злокачественных узлов. Также есть эластометрия, которая при компрессионной эластографии. В нашем институте эта отсечка где-то около трех единиц, но по данных адресу от 2,5 до 3,7. Если используется эластография с двигового алкота, то пороговое значение колеется по данным авторам от 22 до 4,8 кПа. Здесь приведены примеры эластографии именно папиллярного рака. Как видно, что у нас существуют артефакты. Это пульсация сонных артерий, кальцинаты, кистовидные включения. Если узел распоргается загрудинно, если это исследование на фоне аутоиммунного терегита или многозловых образований, то эластография иногда несовершенна в данном моменте. Все те же самые артефакты и при эластографии сдвинуты волны. Что касается именно ультразвукового исследования при контрастном усилении. Сразу говорю, это унифокальное узловое образование. Мы проводили с препаратом СОНОВЮ 2,4 мл с применением низкоплитудного индекса. Как видно, когда СОНОВЮ 11-го года стало применяться именно на щитовидной железе, то эти авторы считают, что, конечно, совмещение сонного аутоографии и ультразвукового усиления более характерны для этого исследования. Показания применения многокамерной сложной кистозной образования с наличием внутрикистозного компонента. Впервые выявлены узлы при эластотипах 3,4, при этой раз 4,5. Фолликулярные опухоли, щитовидные железы. Я расскажу, что были достоверные признаки. Выявление остаточной ткани после операционного периода или рецидива. И оценка релечения при разочистнутой абляции. Для доброкачественного узла характерна была кольцевидно-контрастированная чувствительность метода. Специфичность была 85,7-91% из-за контрастных паттерн и бикоконтрастных паттерн. За качественные узлы характерны были гетерогенность, и прокатарстный паттерн и концентропитальная перфузия контраста. Также можно было исследовать кривую интенсивности по времени, которая рассчитывается по пику накопления контраста и его выведения. Дегностическая эффективность при наличии признаков в режиме, как мы видим, чувствительность и точность несколько ниже, и когда проведена контрастное усиление, она значительно повысилась. И хотелось бы показать несколько примеров. Прошу прощения. Извините, пожалуйста. Несколько примеров. Есть в B-режиме гиперогенное образование с сосудистым компонентом по периферии, и при введении контраста как в отриальную, так и венозную фазу мы видим заполнение контраста только как кольцевидно, с низкой амплитудой кривой. Это сложная киста с геморрагическим содержимым. Еще один пример. Мы видим изоихогенное образование с кистозным компонентом, достаточно большую высоковысклюзацию смешанного типа. При эластографии жесткость низкий пороговый 4,5 и достаточно второй эластотип. При контрастировании это образование хорошо контрастируется и однородно вымывает контраст, как мы видим на данном слайде. Это фликулярная аденома. И клинический пример еще. Мы видим на верхней части гиперогенное образование с нечетким контуром, асимметричным кровотоком, как и на втором снимке. И при эластографии данное образование первое жесткость, второй эластотип и низкий пороговый коэффициент. А еще образование, которое жестким именно эластотипом и высоким коэффициентом жесткости. При заполнении контрастов первое образование из ахагена, с щитовидной железы, второе неоднородно, что и мы видим на кривой контрастирования. Первая форма – тиреидита узловая, второй – папиллярный рак. И хотелось бы отметить, что классификация ТАРАС предназначена не для диагностики рака щитовидной железы, а выделения группы узлов, которые подозрительно злокачественные процессы и направляются на биопсию. Развитие классификации в России способствует уточнению, упрощению возможностей слияния с более перспективными вариантами. Разработка злокачественной оценки преимущественных кистозных образований сейчас с пристеночным солидным компонентом только продолжается. И эта классификация основана для солидных образований. И переход на оценку и выявление щитовидной железы с применением ТАРАС будет способствовать сединообразию работы врачей различных клинических специальностей в России и термологической точки зрения положительное влияние на показатели результатов введения пациентов с узловами на образование. И сочетание именно сонной эластографии и контрастного толсткового исследования может служить дополнительным методом для оценки из подозрения на злокачественные процессы перед тонкой игольной биопсией в сочетании с ней. И может быть использована эта методика не только для специальной диагностики из доброкачественных злокачественных узлов, но и для уменьшения количества тонкой игольной биопсии именно с образованием колоидного типа с геморрогическим содержимым. Спасибо за внимание.